Большие города Песня «Полковнику никто не пишет» давно уже стала визитной карточкой группы B2 и прочно ассоциируется с фильмом «Брат 2». Полковнику никто не Но ведь по большому счету изначально песня не имела ничего общего с Данилой Багровым, героем Сергея Бодрова-младшего. Да и вообще была совершенно другой песней с совершенно другим текстом, но тоже о полковнике, которому никто не пишет. Ты ничего не знала Когда я, как давний фанат Габриэля Гарсия Маркеса, услышал песню, в которой лично для меня впервые ожили образы его шедевра «Полковнику никто не пишет», меня просто будто током ударило. Если вы тоже читали эту книгу, то и у вас в воображении под песню B2, возможно, вспыхивал вот этот диалог. Но сегодня мне должно было прийти письмо. Обязательно. Инспектор пожал плечами. Только смерть приходит обязательно, полковник. Он не сошел с вами Б2 написал стихотворение по мотивам сразу аж двух произведений Габриэля Гарсия Маркеса «Полковнику никто не пишет» и «Сто лет одиночества». Так сильно они повлияли на Михаила Карасева. Конечно, парни сразу взялись за написание музыки к песне и притирку стихотворения к мелодии. Но поскольку стихотворение никак не складывалось с музыкой, Лёва B2 несколько раз переписал текст под корень, оставив лишь строчку «Полковнику никто не пишет» и отложил песню до лучших времен. Все начинать сначала Сформировалась же песня «Однажды ночью в Мельбурне» под занавес австралийского периода Лёвы и Шуры. Как-то поздней ночью парни ехали домой в полупустом вагоне метро, построенного в Мельбурне не под землей, как в большинстве городов мира, а среди домов. Им в глаза бросилась пустынность города в это время. В этот самый момент и появилась первая строчка песни «Большие города, пустые поезда». След за которой зазвучали и остальные неоднократно переработанные строчки текста, написанного Михаилом Карасевым по мотивам произведений Габриэля Гарсия Маркеса. Если вы еще не читали эти книги, настоятельно рекомендую. Уверяю вас, песня «Полковнику никто не пишет» зазвучит в вашей голове еще интереснее. А свежие «Откуда ноты растут» не пропустите уже завтра здесь.